Тушить городские леса в этом году станет еще легче. На помощь лесникам пришел вот такой трактор стоимостью чуть более 6 миллионов, но лесники его уже опробовали, говорят, что техника отличная. В прошлом году подготовка к пожароопасному периоду лесникам давалась тяжело из-за стопроцентного износа тракторов. Многие отпахали по 5 с лишним тысяч километров. Теперь у каждого лесничества работоспособный трактор. Старый капитально починили. Пожароопасный сезон начался. Погода очень сухая стоит, травы много. Пожарная опасность очень высокая, но благодаря тому, что лесничество отремонтировало, приобрело технику, город выделил финансирование. Думаю, что мы сможем достойно пройти этот сезон, отстоять лес, не дадим ему сгореть. Задача предупредить пожар, чем его тушить. Поэтому основной вид работ – прокладка противопожарных минерализованных полос. Чтобы предупредить пожар в этом году, мы начали ее еще осенью прошлого года. Напахали 300 километров минерализованных полос. И сейчас тоже продолжаем. Патрулируем, ведем контроль. С населением работаем, проводим беседы, раздаем листовки. Скоро поедем на Пашку, как только растает грунт. На базе лесничества организовано три бригады. Патрульная бригада лесников и бригада водителей, которые в случае обнаружения пожара будут действовать незамедлительно, согласно плану тушения. Сегодня мы должны сделать все, максимально все, чтобы минимизировать возможные последствия. Ну и, конечно, не все зависит только от лесников и от контролирующих органов. Многое зависит от горожан. И я вот просто обращаюсь к нашим горожанам, призываю, прошу беречь наш лес, нашу природу. Не допустить возникновения пожаров. Вот в такой сложный и пожароопасный период не разводить костров. Городские леса занимают площадь более 8 тысяч гектаров. За последние годы количество возгораний в них уменьшилось. Особый противопожарный режим введен с 5 апреля. Запрещено находиться и въезжать на транспорте в лесной массив Улан-Удэ. Также пожароопасные работы запрещены в СНТ, ДНТ и различных предприятиях. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.